Дерепостью кидаются. Да-ка, то ли говорил Серафим, то ли нет. Ну, скажи, говорил или не говорил? Да вы Осипова спросите. Он вас таких-то сколько проучил-то? Тысячи. Перепортил. А вот теперь я вам скажу, где. Самый капитальный труд патриархийный был. Это настольная книга священнослужителя. Я сейчас не знаю, тогда было 9 томов. Восьмой том, 601 страница в правом нижнем углу. Вот эти слова написаны. Третий том. Третий, а, третий том. Третий том, да. Дальше. Сказано, что врата Адовы не одолеют церкви. Но нигде не сказано, что в России сохранится церковь. Нигде не сказано. Россия может окончательно потерять ее. Епископ Афанась. Если судить никакого православия, так и единицы где-то может быть. Епископ Афанась и далее. На престоле большая звезда. И Евангелие со звездою. И свечи горят смоленые. Трещат, как дрова. И чаша стоит. А из чаши сильное зловоние идет. И оттуда всякие гады, скорпионы, пауки ползают. Страшно смотреть на все это. Пред престолом стоит священник в ярко-красной ризе. И по ризе ползают зеленые жабы, и пауки, и лицо у него страшное. И черное, как уголь. Потом священников такие лица, это Бог открывает. Глаза красные, и изо рта у него дым идет. И пальцы черные. И в этой церкви нельзя принимать миропомазание. Ведение Иоанна Кроштадского. А они все считают это недействительным. Недействительным. Еще раз повторяю. А в последнее время мир будет опоясан железом и бумагой, нектарей. Дальше. Еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет. Благодати в них не будет. Лаврентий Черниговский. Истинно благочестивые христиане потерпят гонения от своих лже-братьев. Лицемерных христиан. Лицемерия. Это вы лицемерия стоите. Количество христиан хотя и увеличится ради милостивой благодати Христовой при последней всемирной проповеди. Но далеко не все они явятся подлинными последователями Христа. Многие будут ограничиваться только одной наружностью. Это попы, ризы, все это прикрыто, а на самом деле ничего нет. Одними внешними обрядами. У нас какие внешние обряды-то? Серковные, а это лицемерие одно. После литургии створиться будет вскачь. Тогда литургия. Тогда литургия творится будет вскачь по большой дороге. То есть? Нил Миротычивый Афон. Выпускает все это. Дальше. Тогда, хотя имя христианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины церковные. Чины. Чины. Но все это одна видимость. Внутри же отступление истинное. Вот о чем вы говорите. Хеофан Татарин. Они не знают Писание. Вам это выгодно. Елозит на стуле и туда-сюда. Ну встань да прочитай Евангелие. С благоговением. Нам и Бог это открыл. Мы это видим, всю эту мерзость. И страдаем больше всего от священников. Самые лживые показания на меня давали священники, когда шел надо мной и суд. И запрещали своим прихожанам приходить на суд. Ну и все выяснилось. Я реабилитирован. Ничего не было. Но в них глазах никакой реабилитации быть не может. Дальше. Еретики возьмут власть над церковью. Вот они и взяли. Всюду будут ставить своих слуг. И благочестие будет пренебрежение. Вот они видят, что за мной знают. Я пьяник, соблудник, вор. Как они? Нет. Анатолий Оптинский, младший. Плачу десятину? Нет. Десятину-то, если кто знает, слышали? Какой мне подвиг положил на сердце исполнить? Не одну десятину платить, а девять и пятьдесят лет. Тысячи евангелий на это издали. А моего там ничего нет. Это все по благодати. Это благодать. На себя человеку нельзя взять такую ярму. Приходит время. Закрытые храмы будут ремонтировать. Оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить как храмов, так и колоколин. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда. Ну и такое или нет? Ну, конечно. А ходить в те храмы нельзя. Я к этому не призываю, но такое было. Показывает. Церкви будут, а православным в них нельзя будет ходить. Ремонтные храмы будут до самого пришествия Антихриста. Лаврентий Черниговский. Священство последних веков. Будет в нравственном падении через две страсти. Чеславие, чревоугодие. Чеславные. Как они друг перед другом величаются. Стоят рядами. Сколько золота навешано. Какие одежды. Там миллионы. А на проповедь никто не идет. 99 священников из 100 объявятся за Антихриста. Владимир Сергеевич Соловьев. Нынешний страшный упадок веры и нравов весьма много зависит от холодности к своим паствам, иерархам и общее священство. Святой Иоанн Кроштадский. Вот от чего зависит. А вы погубили. А за одну душу вам, говорит, не хватит жизни рассчитаться. А вы их миллионы погубили. Губители. К нашей церкви будут присоединяться только отдельные личности. Нектарий Оптинский. Не всякое собрание епископов есть собор. А только собрание епископов, стоящих в истине. Феодор Студит. Вот теперь решай. Интересно. Тогда он был еще митрополит. Смоленский и Калининградский. Нынешний патриарх Кирилл Гондяев. Михайлов, как его знают, где в органах отдельных. И он тогда уже говорил об этом. Что менять тактику надо. Выходить на улицы, на перекрёсте и проповедовать. Сколько раз об этом говорят. Пошли. Да нет. Сидеть на стуле и лозят. Ну выйди с людьми, да пойди. Проповедуй людям. А зачем он пойдет-то? Наткнется еще на какой-нибудь стихтанта. Он его размозжит там. Одно предложение скажет и язык высунет. Скоро в храмы нельзя будет ходить. Все изменится. Только избранные увидят это. А избранные? Ой, избранные. Я избранный. Я показал так. Да не заумирали. Повторяю. 245 раз Писание призывает. Так много избранных? Мало. Людей будут заставлять ходить в церковь. Но мы не должны будем ходить туда. Ни в коем случае. Кукша. Только на ново крещеная Русь может стать православным царством. А они моченые. Не хотят ничего делать. И на все находят какое-то пояснение. Да вот в таком случае это внешне, это формальность. Почему не крестите? Почему? Иеретиков таких нету, которые бы не крестили. Даже неправильное крещение. Но все равно крестят. Нет. Не будут крестить. А почему? Разбойники. Дальше. С помощью церковных властей проповеди приводить будут членов церкви. Принять антихриста. Вот куда будут учить еще. Как Осипов Алексей Ильич говорит, что если антихристу должно прийти и принять, то только русские первые примут. Первые. Все на это направляют сейчас и цари-божники, и цари-скупитель. Это ваши плоды. Ваши. А вам до меня дела никакого нет. А почему? Господь оттягивает ваши силы, чтобы мной занялись. Я-то это перенесу. А те люди сразу уходят. Вот сейчас сколько я знаю людей. А что я ходил, увидел, поп делает то, другое, я ушел. Ушел. Я никому не в аптисне, а свою секту образовывает. И кто не послушается антихристовых приказов, был подвергнуты нескончаемым мучениям. Харлампий. Вот так. Ну а вас никто не тронет. А вот интересное, очень интересное. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей и пророков, так и в церкви своей, момента чрезвычайная, он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности, кабы пророков, сильных духом и верою. Заметьте, слово пророк, они ко мне, это лжепророк. Ни одного лжепророчества от меня не было. Я вообще не пророк. Ну смотрите, а что, чрезвычайные моменты, да? И Бог будет избирать, да? А каких людей будет избирать? Среди священства? Не имея официального назначения, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Гуру, 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 гуру. А да, гуру это учитель означает. А только он говорит, это слушается, так это заслуга. Это жизнь всю надо положить, что тебя с одного слова. А у него никого нету. Он ничего это не знает. Гуру, гуру, гуру. Младостарцы. Какие младостарцы? У него 85 лет уже. Вот через месяц уже 79 будет. Но это предводительство не имеет официального характера. Не является установленной в церкви должностью. И не всегда держится в служебных рамках. Вот мне это Бог дал. Я один раз только прочитал, понял. Это про меня говорится. Не стал я подстраиваться под рамки. А именно так. Я уверовал на корабле. Только ступил на корабль, сразу начал проповедовать. Да? Вот определенное. Пожалуйста, скажите. Назовите одного человека, к кому это относится. Я не знаю всех. Но вы назовите. Я по сей день, что не передержится рамок в церкви. Должности никакой не имеет. Вообще. Но они есть личный подвиг людей. Делай их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и Церкви Божией. Так еще это. Тут еще одно мне нравится выражение. Ты мне помоги только найти. Вот здесь вот. Тарабищ. Ну-ка, давай-ка глянем, где он. Надо было вынести мне его заранее. Ну и еще. А ну-ка. Где тут СТ? Тарабищ есть, нет? Я не вижу. Не видишь. Так. Каламадатэ. Ну что тут дальше так сказать? Что там написано? Вот это вот. Я не вижу, что там есть. Надо выше, выше. А? Выше. Выше? Да. Вон Тарабищ, вон. Вверху. Выше, вверху? Вот, вот прямо тыкайте туда. Вот здесь вот это? Вот это, да? Или вот здесь вот? Я не вижу, где. Ну-ка. Там написано, что-то послый. Ну, даже не вижу, где совсем. Тарабищ, метар, часть. Это мне как раз сейчас считали. Ну, что такое старабище. Предсказание до конца первой мэрой войны 93-918 год. Это не это. Ну, чем быстрее найду, тем лучше. А как его? На букву М надо посмотреть. Метар? Да, метар. Там было тоже так же? Нет, не так. Там выделено отдельно. Дальше. Там у вас стояло три штуки. Вы две вскрыли? А, вы же где? Ладно уже. Раз туда зашел. Метар, где здесь нету? Местэ. Малейфа. Вот здесь это должно быть. Нету, да? Ми. Ми-7, метар. Ну, нету. Ниже, ниже надо. Нету. Ниже, ниже. Не, уже буквально МО пошло. А надо Ми. А как так нету? Почему? Ну, давай-ка еще раз. Тарабишь, гляну. Неудобно. СТ. Вот здесь вот, да? Что тут написано? Тарабишь, метар. Ага. Ну, это я потом возьму. Вот смотрите, какое у него пророчество было. Прочитали. Что появится в народе, не в священниках, а в простом народе. Первым, живущим далеко на севере. То есть, это не на юге, не в Израиле. Маленький человек появится, который станет учить людей любви и сочувствия. Я первый раз, мне люди прислали, говорят, подумайте, о ком это говорится. Но вокруг него будет много лицемеров. Вот они вокруг все сидят и дальше. Поэтому будет очень трудно. Никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. Вот это как раз такие, которые тут изгаляются. Им это не надо. Им лишь бы удержаться у власти. Но от того человека останутся мудрые книги. Значит, книги это не просто так. Книги это не газетка. И все сказаны им слова. И позднее люди увидят, что обманывали себя. А вот чтобы понять, что книги, что эту книгу написать и иметь, это не так просто. Сейчас я покажу, что это означает. Так, где она тут? Это есть такая симфония, кажется. Иначе, значит, мне идти уже надо. Я не эту открыл. Я сейчас. Ты можешь идти так. Не знаешь, что это такое? Нет, не знаю. Я ищу симфонию эту. А как ее, почему у меня нету? Ну, значит, нету. Все. Ну, ладно, иди, отключай. Симфония есть такая, всемирная симфония. Ну, она очень хорошо показывает. Сейчас я даже, может быть, и найду ее. Так. Я там. И что? Сколько в мире совершается сейчас убийств? Сколько? Это легенда об инквизиторе. Еще собирал вместе, вроде бы, было. А сейчас не видно нигде. А почему она так, почему не видно-то? Сейчас я покажу. Может быть. А, вот и нашел. Вот у нее данные. Посмотрите, бегут цифры. Я показать хочу, сколько здесь видно или нет. Сколько умерло сегодня, сколько рождено сегодня. Так. Книг изданы в этом году. Семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот десять. Десять стоит, смотри. Десять. Дальше не двигается. Семьсот семьдесят четыре по всему миру. О, еще одна книга появилась. Книга. Газета. Газета вот мелькает. Газет сто семьдесят восемь миллионов. Телевизоров сколько? Сколько мобильных телефонов, денег потрачено на что? А сколько людей жирных, сколько денег тратят? Вот здесь вся эта статистика идет. Пожалуйста. Не просто так. Вот оно где. Некоторые, может быть, не знают. Даже можно назвать. Пользователи в интернете сегодня три миллиарда восемьсот девяносто восемь миллионов. Имейл сегодня отправлен. Сегодня вот только восемьдесят восемь миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона. Статистика показывает, что книги появляются редко. А тем более книг от одного много. Я поневоле подумал, на меня что-то тыщет пальцем. У него полностью я разбил на шесть пунктов. И получается как? Я сам не знаю. Я ни к чему не готовился. Первый том открытым оком. Даже не написал первый. Я знал, что это один. Семьсот пятьдесят две страницы. А когда кончил, получилось тридцать три тома. Что? Океан. Это все понимают. И почему они так боятся этих книг? Выманывают. Нам семинарии нужны, отдают. И вот мы немножко разобрали этот ролик. Говорят, лжецы, страха Божия не имеют, безбожники. И весь ответ. Богу нашему слава во веки веков. Так, вот у меня полawn. Бог. Бог. Бог.